О моем отце, Головин Антон Николаевич. Было их всего пять братьев, но один случайно умер от такой болезни. Ведь это было в 1920-е годы, когда врач был на весь район один. И он умер от дизентерии, очень страдал. И отец, конечно, был на этом Якове, на своем брате, очень сильно имел такое нервное потрясение. Но после окончания педагогического училища, или как тогда называли, педтехникумы, он некоторое время отработал и по призву комсомола, комсомолец на самолет, он в 1936 году вместе со своим другом Малаховым Виктором Естафьевичем, с которым они вместе учились в педучилище и поработали немножко учителями, они приехали в Свердловск и поступили в летное училище. Когда поступали из 80 кандидатов, они были два человека, которые имели не просто 4 класса образования, а педагогическое училище по нынешнему статусу. И, конечно, они были зачислены. Они закончили его в 1939 году. Малахов Виктор, он воевал в Финскую войну и в первые же дни войны погиб на Гитлеровском фронте. После, значит, закончив в 1939 году, он, его как бывшего и учителя, и как, значит, выпускника летного училища, он получил, есть удостоверение, есть номер значка 28, тогда давали особые значки. Когда мы обращались с братом своим к отцу, почему ты не был на фронте? Он сказал, у меня погибло два брата, третий тоже пришел искалеченный и вскоре умер. Поэтому я писал рапорты, но мне сказали, а кто будет готовить кадры для фронта? Другие за тебя, твои товарищи отомстят, за твоих братьев. А ты должен готовить кадры. Других замены нет тебе. Потому что у него такое было преподавание метеорологии и синоптики. Конечно, это должен был что? Учитель быть. А он по гражданской специальности был учитель. И он поработал учителем до поступления в военное училище. Вот так мы слышали. Я даже могу от себя лично сказать. Когда я ходил в обл. военкомат, и мне давали его личное дело. Почему? Потому что он уже был на первой группе, инвалидности, больной человек, все. И мне дали полистать его это дело. И в этом деле, там был ответственный какой-то, он сказал. Так вот же документ есть, что его рапорты о том, чтобы послали на фронт. Но не могли послать его, как у него была бронь. И он должен был готовить кадры. Это тоже было очень ответственное дело. Так же, как позже, уже в советское время, признали, что, как их называли, тыловики людей. Но они работали на заводах. Двенадцатилетние мальчики и девчонки. Они стояли на этих, у меня есть в родне такие. Труженики тыла их называли. Затем, они даже имели статус, имеясь и сейчас, труженики. Он считается, и у него есть удостоверение, участника войны 1941-1945 года. Соответствующая медаль за победу над Германией. И затем, каждое десятилетие, это обязательно была юбилейная дата, были такие юбилейные медали, которые у него все хранятся сейчас у меня. Спасибо. 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 Спасибо.